в корр или тоже присутствует что-то что напоминает менеджер слоев фотошопе в данном случае эта штука у нас называется диспетчер объектов в диспетчере объектов вы можете пронаблюдать все элементы которые находятся внутри вашего документа например у нас в документе существует одна страница данный момент мы можем создать несколько страниц но также как и в акции и в менеджере на то есть диспетчере объектов вы увидите что эти страницы тоже здесь созданы внутри каждой страницы есть свои какие-то технические элементы например у нас есть страница номер один и в этой странице можно включить например сетку но не конкретно на этой странице дело в том что сетка включается на так называемой главной странице то что активируется на главной странице она применяется ко всем нашим листочком внутри документа соответственно если вы на главной странице создадите слой переместим его на главную страницу вот ну как он называется это не столь важно вы в любом случае его можете переименовать например логотип университета наши а и если мы будем работать в рамках этого слоя создадим там то что напоминает логотип нашего университета у нас что у нас какие-то кубики количество я точно не помню так у меня все будет кривое косой потому что солнце в глаза светит я немножко не вижу вот что-то здесь какие-то кубики это дело можно сгруппировать поскольку это этот элемент находится на я отключу сетку и не верните этот элемент находится на главной страничке при переключении на все другие страницы вы видите что этот элемент у нас тоже весь везде остается вот соответственно вы можете текстовый слой прошу прощения текст добавить и на каждой странице этот элемент будет добавлен а если вы будете работать в рамках конкретной страницы вот допустим страница 1 на ней мы создадим какой-нибудь элемент ну допустим на этой страничке мы слой создадим и будем там рисовать то на на другой страничке ничего этого уже не будет на 3 на 4 соответственно тоже все странички раз вот соответственно если вы делаете многостраничный документ в менеджере объектов вы можете выбрать главную страницу если на каждой странице вашего многостраничного документа необходимо будет создавать необходимо будет пропечатать вот эти вот элементы логотип вашего предприятия например это тоже можно будет использовать что еще нам может понадобиться нам может понадобиться сетка для работы например для каких работ мы с вами можем включить кстати говоря здесь можно включать и отключать с помощью соответствующие пиктограммки иконки к чему мы привязываемся а привязки существуют к объектам по умолчанию к рамкам граница базовым линиям и к сетке документов допустим мы создаем в рамках вот этой сетки какой-нибудь объект вот пример что-то такое и что-то допустим допустим вот такое и по сеточке эти все элементы могут быть оцентрированы мы это дело можем объединить залить цветом получилась буковка вот такая взяли по сеточке создали вот такой элемент допустим в этом случае вырежем одно из другого зальем буковка вот такая возьмем одинаковые по размерам будем создавать элементы вот опять таки выделим объединим буковка номер 3 какая соответственно вот у нас логотип какой-то который состоит из элементов букв и мы его с вами расположили еще пока не расположили можно взять какой-нибудь элемент его тоже по сетке выставить потому что сейчас у нас привязка активно к сеточке залить каким-то цветом сделать обводку определенную толщину и задать да вот соответственно вот довольно интересный с вами получили логотип используя моделирование объектов по сеточке это тоже может вам пригодится это инструментария работы с сетками ну давайте еще посмотрим как можно попытаться сделать логотип из букв ну допустим у нас есть какой-то предприятие состоящие из двух элементов ну например наше предприятие называется вот так соответственно чаще всего сокращение от этого дела используют две буквы это буковка d это буковка к понятно что нужно поработать над чуть позже вначале давайте подберем шрифты какие-то шрифты которые будут соответствовать тому чему мы хотим использовать например вот такой шрифт меня устраивает соответственно я его продублирую здесь поставлю буковку к используя этот же шрифт эти два элемента мы с вами можем объединить вот например в такой логотипчик достаточно интересный здесь мы с вами можем использовать например например эти два объекта мы дублируем чуточку уменьшим а не зададим например обводку белого цвета ну можно задавать обводку можно не задавать это верится на ваше усмотрение вот в принципе логотипы состоящие из нескольких букв не как бы имеют место быть например не будем использовать эту обводку а поступим следующим образом преобразуем в кривые эти два элемента и их просто объединим после того как мы их объединили можно попытаться использовать следующую интересную вещь вот у нас есть какой-то фон пусть этот фон у нас тоже будет темным на задний план положим для этого логотипа мы можем использовать светлую обводку подобрать толщину это тоже достаточно легко и просто можно будет сделать вот так же вы можете использовать по контуру другой шрифт ну шрифт можно тоже подобрать вот на текст по кривой можно таким вот образом размещать и здесь можно указать отступ от когда вы используете инструменты выделения вот здесь сверху есть управляющие элементы которые позволяют этот отступы редактировать соответственно вы можете вдоль контуров вот этих внешних элементов настраивать и устанавливать эти вот объектики соответственно вот вам домашнее задание куда опять все делось цель нашего домашнего задания в том что мы с вами моделируем логотип который будет состоять из нескольких букв ну на ваш выбор то предприятие которое вы хотите так сказать представить можете использовать вот соответственно пожалуйста используйте те принципы которые вы только что увидели для того чтобы легко и просто получить необходимый результат но вот и так Продолжение следует...